Приветствую вас дорогие друзья и подписчики канала! Вы смотрите еженедельную рубрику авто новостей любителей УАЗ и не только, которые у нас выходят каждую пятницу в 16.00 по московскому времени. Ну а сегодня в выпуске мы расскажем. Автомаз представил электрический Ларгус. ГАЗ готовит к выпуску 77 местный автобус. И в завершении поговорим сколько проинвестируют в Москвич КАМАЗ и власти Москвы. Обо всем этом сегодня расскажем подробно. Ну а вы, напомню, смотрите канал спецтюнинг УАЗ, так что не забывайте подписываться и мы начинаем. Компания АвтоВАЗ показала новый электрокар, который почти готов к запуску в серийное производство. Модель Лада Еларгу станет на конвейер ижевского завода и будет предлагаться в грузовой и пассажирской версиях. Заявленный запас хода коммерческой версии 250 километров, а пассажирской около 350-400 километров. Электрический Еларгус построен на базе обычного универсала. Электромотор, редуктор, силовая электроника и один из блоков тяговой батареи размещены под капотом. Второй же контейнер АКБ под поле под задним диваном. Электрический Еларгус предложит в четырех версиях – грузовой и пассажирской с двумя батареями разной емкости для каждой. Предполагается, что новинка получит никель-кобальт-магниевый или литий-железо-фосфатные аккумуляторы. Коммерческий же фургон рассчитан на перевозку 800 килограммов груза, тогда как пассажирский получит два варианта компоновки на 5 и 7 посадочных мест. Первые прототипы электрокара для сертификации планируется собрать уже в 2023 году. Выпускать машины будут в Ишевске по полному циклу со сваркой и окраской кузова, из-за чего производство Весты перенесут Тольадзе. При этом ни о ценах, ни о вариантов оснащения Еларгуса пока неизвестно. Группа ГАЗ готовит к серийному производству новый автобус, выпускать который будут на Павловском автобусном заводе с привлечением средств Фонда развития промышленности. CityMax 9 это первая модель нового поколения автобусов группы ГАЗ, которые в перспективе будут включать машины длиной от 9 до 19 метров, вместимостью от 70 до 200 человек и будут выпускаться на всех автобусных заводах компании. Новинка построена на унифицированной платформе, на которой будут выпускаться автобусы с разными типами силовых агрегатов. Сначала появится дизельная версия, в дальнейшем линейка будет расширена за счет газовых и электрических моторов. В дизельной и газовых моделях CityMax 9 будет установлен двигатель ЯМС 534 и автоматическая коробка передач группы ГАЗ. Отличает новинку также низкий уровень входа, просторная накопительная площадь с поясничными упорами, специально оборудованные места для инвалидных колясок, электрическая аппарель и система Книлинг, позволяющая снижать высоту пола на остановках для маломобильных пассажиров. CityMax 9 – это первая заднемоторная модель Павловского автомобильного завода. Благодаря такому конструкторному решению в автобусе широкие проходы между рядами сидений, просторная накопительная площадь и улучшенный комфорт рабочего места водителя, обусловленное сниженным уровнем шума и увеличенным пространством в самой кабине. Власти Москвы и КАМАЗ инвестируют в автомобильный завод «Москвич» 5 миллиардов рублей. Финансирование будет обеспечено в течение 60 дней после заключения договора, подписанного правительством Москвы и компанией КАМАЗ. Стороны согласовали, что в течение 60 календарных дней с даты заключения договора, указанного в соглашении, обеспечат финансирование общества на сумму 5 миллиардов рублей в долях равных долей участия каждого из акционеров общества в уставном капитале общества для целей инвестиций в локализацию узлов компонентов и адаптацию производственных мощностей, как говорится в соглашении, опубликованном на официальном портале мэра и правительства Москвы. В соглашении отмечается, что КАМАЗ приобретет 50% акций завода не позднее 1 октября, ну а порядок и сроки финансирования будут установлены до 1 сентября. На сегодня это были все новости. Пишите свое мнение в комментариях, а также пишите о каких новостях стоило бы еще поговорить в этом выпуске. Также не забывайте ставить лайки этому видео, делитесь им с друзьями и хочу напомнить, что в нашем интернет-магазине спецтюнинг УАЗ вы всегда найдете широкий выбор запчастей и тюнинга на все автомобили УАЗ и их модификаций. Переходите по ссылке в описании или звоните по номеру 8 800 350 70 56 и наши менеджеры с радостью вас проконсультируют. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще не сделали этого и ставьте колокольчик. Ну а у нас на сегодня все, так что всем спасибо за просмотр и пока.